Русский богатырь, рядом царевна-лебедь и баба-яга. Такое зрелище можно увидеть в Мурманске только раз в год. Специалисты областного дворца культуры и творчества имени Кирова отмечают 219 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина по-особенному. На этот раз детей пригласили в увлекательное путешествие по сказкам. Создатель современного русского языка, великий поэт. Имя Александра Пушкина знакомо каждому. А вот насколько школьники хорошо ориентируются в его творчестве, решили проверить сотрудники Мурманской Кировки. На помощь к ним пришли богатырь, баба-яга, царевна-лебедь и, конечно, кот-ученый. Интерес не угасал никогда к творчеству Александра Сергеевича. Поэтому я могу сказать, как 10 лет назад интересовались его творчеством, читали его книжки, знали их, так и сейчас. Я думаю, что мы не найдем ни одного человека, который не знает хотя бы пару строк из произведений Александра Сергеевича. Дети знакомятся с творчеством поэта на протяжении долгих лет учебы. Те, кто помладше, еще не знают о Евгении, о Негине и капитанской дочке. Зато могут нарисовать любимых героев сказок на бумаге. Мероприятие мне очень понравилось тут, очень интересно. Много разных героев из сказок Пушкина. Ну вообще, так-то интересно вспомнить некоторые сказки Пушкина, поиграть, весело в общем. Мне очень приятно здесь находиться, потому что здесь атмосфера стихов и поэтов, великого поэта. Не остались в стороне и родители, ребят. Мне очень-очень нравятся такие костюмы. Дети очень заинтересованы, глаза детей. Сейчас надо повышать культуру детей. Наши дети очень умные, очень развитые. И поэтому я думаю, что это обязательно нужно делать. Ну и, конечно, каждый желающий смог прочитать любимые строки. Открой, сомкнутый негой взоры, Навстречу северной авроры, Звездою севера явись. В следующем году поклонники творчества великого поэта отметят его юбилей. Специалисты Кировки уже сейчас начинают активную подготовку, обещают всем мурманчанам масштабный праздник. В этом году мы празднуем 219 лет, в следующем году уже будет 220. Я думаю, грандиозное событие произойдет как на территории нашего города, области, так и на территории всей России. Я думаю, что на 220 лет все это будет в два раза масштабнее, в три раза даже, возможно, чем сейчас. Всероссийский Пушкинский день – праздник государственный. А с 2011 года это еще и день русского языка. Его отмечают по всей стране и чествуют великого поэта, который внес большой вклад в развитие русской литературы. Редактор субтитров А.Семкин